МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Громом с ясного неба ударил на батный колокол. По угличу пронеслась страшная весть. Царевича Дмитрия зарезали. И народ бросился к палатам, где жил наследник с матерью своей, Мария Ногой, последней женой грозного царя. Что же увидели люди? Окровавленное тело мальчика, растерянных слуг, рыдающую мать. И тут же прогремело обвинение царевича, где убили люди, приставленные к нему Борисом Годуновым. Тогда он был своего рода первым министром при царе Федоре Иоанновиче, практически всесильным правителем. Народ в смятении. Слышит сбивчивый рассказ кормилицы Дмитрия. Она того не уберегла, как пришла на царевича болеть черная, а у него в те поры был нож в руках, и он ножом покололся где. И она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевич на руках и не стало. Она вела речь о том, что страдавший эпилепсией мальчик погиб в результате несчастного случая. Но голоса неутешной матери и ее брата звучат куда громче и убедительней. Они кричат о заговоре и злодействии. И народ бросается на людей московского дьяка Михаила Бетяковского. Они убиты на месте. Сам царский представитель пытается унять толку, но она уже неуправляема. И Бетяковский был буквально растерзан. Кело царевича несут церковь. Над угличем плач и гневные возгласы. В Москве очень быстро узнают о случившемся. В город прибывает, как сейчас бы сказали, следственная группа. Возглавляет ее знатный боярин, князь Василий Шуйский. Материалы по этому делу дошли до наших дней. Так известно, что допросу подвергались около 150 человек. То есть работа была проведена серьезной. Ее итог – подтверждение версии о трагической случайности. Впрочем, сомнения еще с тех дальних времен порождала сама фигура главы комиссии Василия Шуйского. В будущем он признает Лжедмитрия истинным царем. А потом организует его свержение, чтобы самому занять престол. В самом деле, такой персонаж вполне мог подделать и результаты следствия. Но, так или иначе, все участники бунта в угличе были примерно наказаны. Мать царевича, Мария Нагая, была подстрижена в монахини. Ее братьев отправили в ссылку. Горожане-участники и волнение частью казнены, частью сосланы в Сибирь. Причем, вместе с ними был наказан и набатный колокол. За призыв к беспорядкам он был сброшен с колокольни, ему вырвали язык и отрубили ухо. Затем он был принародным на площади бит плетьми и тоже сослан в Сибирь. Такие беспримерные действия должны были показать всю беззаконность бунтовщиков. Но скорее продемонстрировали, насколько власть испугалась обвинений. Показательные сообщения, которые содержатся в книге о Москве, написаны англичанином Флетчером за пару лет до трагедии, а ездили буквально накануне ее. Он рассказывает о ситуации в угличе так. Младший брат царя, дитя лет шести или семи, содержится в отдельном месте от Москвы, под надзором матери и родственников из дома Нагих. Но, как слышно, жизнь его находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя. Кормилица, отведавшая прежде него какого-то кушанья, как я слышал, умерла скоропостижно. Русский подтверждает, что он точно сын царя Ивана Васильевича, тем, что в молодых летах в нем начинают обнаруживаться все качества отца. Он, говорят, находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивает овец и вообще домашний скот, и видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь. Тогда как дети обыкновенно боятся этого, и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут. Достоверность этих сведений, конечно, не может не вызывать сомнений. Известно, что именно во времена Ивана Грозного на Западе начинают сочинять черную легенду о России. И тем не менее, игнорировать подобную информацию тоже нельзя. Но что бы ни случилось в Угличе, в мае 1591 года, через 12 лет в Литве объявляется человек, который называет себя «вспавшимся Дмитрием» и бросает вызов Борису Годунову. К тому времени он уже 5 лет был государем всей Руси. Но как ему это удалось? Ведь формальных прав на трон у него не было. В январе 1598 года Русь осиротела. На 41-м году жизни скончался царь Фёдор Иоаннович. Он был последним в династии Рюриковичей. Кроме того, он воистину был царь-батюшка, кроткий, богомолец, монах на троне. Позднее историки-материалисты пытались представить его безвольным и слабоумным. Но современники оценивали его иначе. Дьяк Иван Тимофеев так писал об этом удивительным самодержице. Своими молитвами царь мой сохранил землю невредимой от воражеских поздней. Он был по природе кроток, ко всем очень нилостив и непорочен. И подобно Иову, во всех путях своих охранял себя от всякой злой вещи. И даже иностранцы отзывались о нём с глубоким почтением. Голландский купец и торговый агент в Москве Исаак Масса отмечал «Очень добр, набожен и весьма кроток». Он был столь благочестив, что часто желал променять своё царство на монастырь, ежели бы только это было возможно. Наследника Фёдор не оставил. Бояре готовы были даже венчать на царство вдову государя царицу Ирину. Но она через 9 дней после смерти мужа подстриглась в монахини. Тогда, собравшийся в феврале 1598 года, Земский собор под председательством патриархи Иова избрал на царство Бориса Годунова. Он был братом царицы. Он долгие годы был правой рукой царя. Казалось бы, выбор очевиден. Однако Борис отказался принимать царский венец. Он удалился к сестре в Новодевичьем монастыре, демонстрируя, что не желает мирской власти. Но к монастырю бескрайней рекой потёк московский люк. Все молили Бориса не оставлять народ сиротой. Эти события описаны Пушкину в его знаменитой трагедии «Борис Годунов». Венец за ним! Он царь! Он согласился! Борис, наш царь! Он крадывает Борис! В самом деле, избрание на царство стало прологом личной трагедии Бориса. И тут перед нами до сей поры неразрешённый вопрос. Что означали его попытки отказаться от престола? Возможно, отказ от трона имел скрытый смысл. Есть сведения, что высшие бояре выдвигали свои условия в обмен на поддержку Бориса. Они хотели, чтобы он гарантировал им определённые права и вольности. То есть стремились ограничить монархию, поставить власть под свой контроль. По модели Речи Посполитой. Но Годунов намеренно довёл ситуацию до точки кипения, отклоняя царский венец. Он добился, если не всенародной, то всемосковской поддержки. На её фоне что-то требовать от него бояре не решились. Но не исключено, что Борис и правда страшился высшей власти. Он прекрасно понимал риск, на который идёт. Ведь он становился первым избранным царём. И в любом случае, его право на престол было куда более зыбким, чем у прирождённого царя. Но Русь знала только один род, имевший право на власть – Рюриковичей. И даже более конкретно – потомки Ивана Калиты. Борис им не был. И он не мог не понимать, что принимая царский венец, он подаёт пример и другим честолюбцам. Но Годунов надеялся, что его государственные таланты помогут ему создать новую династию. Во время венчания на царство он сказал патриарху, поразившие всех слова – «Бог – свидетель, отче! В моём царстве не будет нищих и бедных!» По легенде, Годуновы происходили от татарского князя Чета, приехавшего на Русь во времена Ивана Калиты. Он был крещён с именем Захарий и основал Костромской и Патевский монастырь. Несповедимы пути Господни в Троицком соборе этой обители был совершён торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова. А ведь именно Романова Годунов считал главными своими конкурентами. Анастасия Романова была любимой женой Ивана Грозного и матерью Фёдора Иоанновича. И во время своего правления Годунов сделал всё, чтобы не дать Романовым возвыситься. Пять братьев Романовых были отправлены в ссылку. Старший из них, Фёдор Никитич, был сослан в Сийский монастырь и подстрижен под именем Филарета. Жену его, подстриженную под именем Марфа, сослали в Зоонежский погост. А малолетнего их сына Михаила, будущего царя, отправили на Белоозеро. Отметим, что из пяти братьев Романовых пережили ссылку только двое. Но, конечно, не только репрессиями надеялся укрепить свою власть Борис. Он стремился обрести репутацию мудрого государственного деятеля. Например, к тому периоду относится утверждение на Руси патриаршества. И это было во многом заслугой Годунова. Патриарше достоинство было присвоено митрополиту Иову лично вселенским патриархом Иеремии II зимой 1589 года. Борис делал всё для того, чтобы Москва стала новым центром православия. В уложенной грамоте 1589 года заявлялось «Великое Российское царствие, Третий Рим, благочестием всех привызыний». Но занимали Бориса и сугубо практические вопросы. По его инициативе началось строительство крепостей в Диком поле на степной окраине Руси. В 1585 году возведена крепость Воронеж, чуть позже построена Самара, царица на Саратов. Заботился он и об освоении Сибири. При Борисе был заложен город Томск. В его царствовании было завершено строительство одного из самых грандиозных сооружений Допетровской Руси – Смоленской крепости. При Борисе в Московском Кремле был создан водопровод, а главное Годунов избавило столицу от вековой угрозы татарских набегов. Под руководством зодчего Фёдора Савельева были построены стены Белого города. Они опоясали район внутри современного бульварного кольца. А на месте нынешнего Садового кольца была возведена деревянная земляная линия укреплений, прозванная за быстроту постройки Скородомом. Летом 1591 года крымский хан Козыгирей со 150-тысячным войском подошел к Москве. Однако, посмотрев на мощные стены, он даже не попытался их штурмовать и ушел в Освоясии. А на обратном пути в Крым русские нанесли его войску ощутимый урон. Став царем, Борис провел реформу, облегчившую налоговый гнет для посадских людей. Казалось бы, делал все, что мог. И верил, что станет основателем новой династии. Он повелел надстроить третий ярус колокольни Ивана Великого. По периметру его тянулся золотом писанный текст. Сий храм совершен и позглащен во второе лето государства их. Но не было извалений Святой Троицы на утверждение новой династии. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять Палача и сам в душе Палач. Так в знаменитой трагедии Пушкина князь Шуйский характеризует Бориса Годунова. Насчет того, что зять Малюты, это правда. Борис действительно был женат на дочери самого одиозного опричника, Ивана Грозного, Малюты Скуратова. И сам был опричником. Тем не менее, лично в палачестве не замечен. И, судя по всему, не был жестоким человеком. Однако на нем лежит печать злодейства. Убийство наследника престола, царевича Дмитрия. Во времена Романовых это была официальная версия. Она же гениально описана Пушкиным. Однако есть серьезные основания в ней сомневаться. Прежде всего, неясно, зачем было убивать Дмитрия. Если у Федора Иоанновича мог родиться собственный сын, законный наследник. И в самом деле, царевич погиб в мае 1591 года. А через год у царя действительно родился ребенок. Правда, это казалось девочкой. И вскоре она умерла. Но кто мог знать это заранее? И почему у царя не мог и после этого родиться сын? Согласно запискам английского торгового представителя в Москве Джерома Горсея, Борис был крайне озабочен как раз тем, чтобы у царя появился наследник. Он даже просил англичанина выписать из-за границы квалифицированную акушерку. У царица несколько раз дети рождались мертвыми. И группа бояр уже требовала от Федора Иоанновича развестись с цариной Годуновой. Они утверждали, что во имя спасения династии царю надо искать другую жену. Если бы это произошло, то Бориса ждал бы полный крах. Поэтому куда вероятнее, что его заботила скорее детородная функция сестры, чем жизнь царевича Дмитрия. Однако вот парадокс. Позднее в народе ходили слухи, что Годунов убил не только Дмитрия, но и собственную племянницу, долгожданную дочь Федора. Более того, что натравил самого царя, а еще раньше якобы Ивана Грозного. Что же питало эти фантастические слухи? Опитали их невиданные природные бедствия. Шутка ли? В 1601 году в августе Москва-река была скована льдом. Естественно, следствием такой аномалии стала гибель урожая и голод. Борис организовал раздачу хлеба из царских запасов. Но подобные климатические катастрофы происходили и в два последующих года. Что должен был думать простой православный человек? Да к тому же в небе появилась комета, словещий знак. Это была знаменитая комета Галлея, входящая в зону видимости землян каждые 75 лет. Конечно, она прилетала и раньше. Погодные аномалии тоже и прежде случались. Но раньше на престоле были законные природные цари. А значит, народ относил бедствия насчет своих грехов. А теперь на троне царь был ненастоящий. Что с того, что они сами его избрали? А была ли на то Божья воля? Теперь, глядя на все эти бедствия, люди решили, что они посланы за грехи царя. Это мнение активно поддерживали и агенты обиженных боярских родов. Борис неожиданно умер. Умер загадочно. Как и жил. Карамзин пишет. Борис, 13 апреля, в час утра, судил и рядил с вельможами в думе. Принимал знатных иноземцев. Обедал с ними в золотой палате. Едва встав из-за стола, почувствовал дурноту. Кровь хлынула у него из носа, ушей и рта. Лилась рекою. Врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на государство российское. Все тот, кому приказывают царство, целуйте крест Федору. А на Москву тем временем уже шел Лжедмитрий, словно оживший кошмар царя. Этот самозванец обвинял самого Бориса в самозванчестве и покушении на убийство законного наследника. Государем стал сын Бориса, Федор. Юноша очень образованный и способный. Есть мнение, что первая карта России, составленная русскими, создавалась под его руководством. Вскоре вместе с матерью он будет убит агентами самозванца. Сестру Федора, царевну Ксению Лжедмитрий, сделает своей наложницей. После она подстрижется в монахине под именем Ольга. И окажется во время смуты среди осажденных в Троице Сергиевой Лавре. Приживет страшные 16 месяцев обороны монастыря. Почила она через 12 лет после снятия осады. И была согласна своему завещанию погребена в обители Святой Троицы. Высыпальницы, устроенной там для всенесчастной семьи Бориса Годунова. Так и несостоявшейся династии.